Мы все давно привыкли, что Мэмфис в первую очередь сравнивают с Газолем. Говорят, что с Газолем это, если не контендер, то один из фаворитов Запада. Без Газоля – команда, которая борется за 8-9 место на Западе. Но почему-то всегда забывали о еще одном большом этой команды – Заке Рендольфе. И, как показывают последние события, отсутствие Зака очень негативно сказывается на Гризлис. И с этим возникает вопрос – отсутствие ли Рендольфа более критично для этой команды, чем Газоля? Возвращение Рандо в Бостон. Его Даллас разнес Селтикс на кусочки. А сам Рандо показал невероятный уровень баскетбола. Побил свой личный рекорд по трехочковым, по количеству очков, набранных в четверти. И просто показал свой лучший результат в сезоне – 29 очков. Конечно же, это не просто так. Конечно же, родные трибуны этому помогли. И он, скорее всего, хотел доказать, в первую очередь, может быть, Дэнни Эйнджу, о том, как он неправильно поступил, когда его обменял. Из других моментов, пожалуй, стоит отметить победную серию Детройта, который расправил крылья после ухода Джоша Смита. Может быть, где-то стала получше командная химия. Стал увереннее себя чувствовать Грег Монро. И, может быть, даже Стэн Ван Ганди, избавившийся от Смита, как-то поувереннее начал себя чувствовать. И команда идет вперед. Пока она очень далека от того, чтобы претендовать на зону плей-офф. Но первые положительные подвижки уже видны. Нью-Йорк практически официально подтвердил, что сливает сезон. И после ряда поражений тренер этой команды Дерек Фишер выступил с заявлением о том, что, скорее всего, Кармелла пропустит остаток сезона, что автоматически означает, что Нью-Йорк будет бороться за первый пик. Витископ. Спортивное видео.